Добрый вечер! Врач-акушер-гинеколог, доктор-эндокринолог, гинеколог-эндокринолог и главный специалист медицинского центра «Инвитро». Правильно все назвала? Без ошибок? Да, все верно. Замечательно. Коллеги, сегодня мы говорим об очень такой интересной теме. Тема спорная, тема злободневная. Даже в подготовке к круглому столу у нас здесь возникли дискуссии. Так что вас активно призываю включаться в наши обсуждения, в наши дискуссии. Присылайте ваши вопросы, потому что тема наша сегодня называется «Диэсплазия соединительной ткани». Это такой многоликий янус на самом деле. И сегодня только первый цикл наших встреч с доктором-гинекологом-эндокринологом, акушером-гинекологом. Ну а мы планируем также встречу с другими специалистами. И следите за нашими анонсами. Следующая встреча у нас будет с доктором-кардиологом на эту тему. Что мы знаем о дисплазиях? Давайте в двух словах скажем, Нонна Робертовна, и затем уже приступим, собственно говоря, к теме обсуждений. Вынесем злободневные вопросы и, наконец, постараемся ответить, есть ли такой пациент диспластик, кто этот пациент, нужно ли нам придерживаться национальных и международных критерий дисплазии, и значимо ли это клинически, и подтверждено ли это доказательность с точки зрения доказательной медицины. Из определения дисплазия соединительной ткани – это особенность, которая отличает носителей генодисплазии от иной-другой популяции земного шара. И мы знаем, что у нас есть дифференцированные и недифференцированные формы. Дифференцированные мы все проходим в медицинском университете, это, например, болезнь Морфана, Эллорса-Донло и так далее. А вот недифференцированная дисплазия соединительной ткани или особенность развития соединительной ткани – таких пациентов много. Мы их с любовью называем диспластики. И статистика, она такая дама, четкая, она говорит нам, что в среднем около 35% населения, причем интересно, и интересно будет поговорить с точки зрения эстетической гинекологии. В основном это женщины. Клинические признаки – это генетически детерминирующее состояние, клинические признаки которого могут быть в самом детстве, то есть ребенок рождается, и там уже есть признаки дисплазии, либо проявляться, например, в возрасте пубертата или даже в возрасте после 20-25 лет. Например, с точки зрения косметологии, каждая четвертая пациентка, которая приходит к нам на прием, имеет те или иные признаки дисплазии. И это сопровождается изменением, вот это образование эстетической ткани, как на органном уровне, на тканевом уровне, на клеточном уровне, на организменном уровне. Функциональные. Абсолютно. Функциональные расстройства. И имеет определенные особенности, почему мы об этом начали задумываться, говорить, имеет особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств. По-простому говоря, то, что, например, для пациента без признаков дисплазии является патогенетически обусловленным лечением, все проходит нормально. Например, там те же даже филеры на основе гиалуроновой кислоты у диспластика вызывают развитие нежелательных явлений. Поэтому, поскольку исследования, которые проводились, на самом деле научных работ не очень много, но они есть. То есть тема злободневная, тема актуальная, критериев очень много. И мы понимаем, что вот этих вариантов дисплазии великое множество в настоящий момент. Поэтому это действительно одна из очень остро обсуждаемых тем и в науке, и в практике. И нам все еще нужна доказательная база. И действительно, первый вопрос, который я хотела бы с вами обсудить, нужно ли отличать, классифицировать пациента к представителям недифференцированных форм дисплазии или нет? То есть фактически, вот на ваш взгляд, такой пациент существует в гинекологии, в акушерстве гинекологии? Это какая-то особая группа пациентов или это искусно надуманная ситуация? Вы знаете, что касается гинекологии, то есть женщин, да, это и женщины молодые, и среднего возраста. Мне кажется, именно классифицировать не совсем целесообразно, поскольку мы с этим сталкиваемся непосредственно уже с клиническими проявлениями. Поскольку в пубертате, если есть какие-то врожденные дисплазии соединительной ткани, как правило, уже пациентки обращаются еще в раннем возрасте специалистам для постановки диагноза и для лечения при необходимости. К нам уже непосредственно практикующим гинекологам обращаются это либо во время беременности и чаще всего, конечно, после родов. После родовый период, особенно если роды естественным путем проходят, если это естественные роды, речь не идет о кисеровом сечении. И у таких пациенток дисплазии соединительной ткани, у них, конечно, ярко выраженный пролапс тазовых органов, опущение мышц тазового дна. Это, конечно, уже становится очевидным при первом же осмотре. И мы их, конечно, выделяем. Мы таких пациенток выделяем, но можно сказать, да, такая вот классификация есть внегласная. То есть такой пациент существует. Как понять, что вот это... Есть ли какие-то критерии, какие-то клинические признаки, по которым вы понимаете, что здесь будет, скажем так, особенность в течение беременности и послеродового периода с высоким риском пролапса? Мы это только можем оценить, только после осмотра, соответственно, да, после гинекологического осмотра, после оценки состояния органов малого таза, состояния... Что-то пальпация. Каким образом это происходит? Это осмотр и пальпация. Это осмотр и пальпация, как правило, это визуально, да. УЗИ в данном случае именно не совсем информативно на первом этапе. На первом этапе это именно гинекологический осмотр, опущение. Если, ну, конечно, на ранней стадии опущения, как правило, еще не возникает, да, это слабость мышц тазового дна и пальпаторно, это прекрасно все ощущается. И еще такой момент... В каком самом раннем возрасте, вот в вашей практике, вы наблюдали таких пациентов, которые к вам уже пришли с гипотонией? Вы знаете, даже в 18 лет бывали девочки, их, к счастью, не так много, на самом деле, во всяком случае, ко мне обращались не так много. И в 18 лет, и в 20 лет, которые даже до первой беременности, до первых родов, у них это клинически уже проявлялось. И чем они отличаются? Если сравнить, опять же, женщины, у которых нет никаких проявлений дисплазии соединительной ткани, женщина может быть и после третьих, после четвертых родов, да, и абсолютно нормальной промежности, без каких-то признаков пролапса. И наоборот, молодая девушка, 18 лет, у которой не было ни одной беременности и родов, при этом уже все клинические проявления, они имеются. Есть некие фенотипические признаки. Вот интересные данные, статистики, исследования, которые я нашла, просто удивительные. Люди, которые занимаются дисплазией, собственно говоря, мы занимаемся этим уже с 2015 года, и у нас накоплен какой-то свой статистический, эмпирический опыт. Что я могу сказать, будучи сама диспластиком, на самом деле, почему начала заниматься этой проблемой, и все, что вы говорите, у меня вот двое деток, все очень актуально. И это проявилось только после беременности и родов? Нет, это проявилось в пубертате, на самом деле, но потом имела лавинообразный нарастающий характер, и почему я инициировала этот круглый стол? Потому что я собрала, ну, практически всю, всю такую симптоматику, страны сердечно-сосудистой системы, и потом желудочно-кишечного тракта, гинекологии, и, собственно говоря, стала заниматься этим уже не только как доктор, но и, стало мне это интересно, с стороны, конечно, пациента, да, прежде всего для улучшения качества жизни. И вот интересные исследования нашла, что, ну, абсолютно точно могу сказать, что наши чудесные диспластики имеют IQ выше среднего. Вот если посмотреть, действительно, да, пациентов, которые обращаются, очень много людей, имеют высокий уровень интеллекта. Исследования Конного с авторами Омский государственный медицинский университет показывали в косметологии, и это кандидатская, потом была докторская диссертация, что эти люди отстают от паспортного возраста, они долго выглядят моложавы, кстати, к вопросу об эндокринологии. Но затем при вступлении в менопаузу и переменопаузальные изменения нарастают лавинообразные такие изменения внешности, которые при очень быстрые и ранние темпы старения, связанные с особенностью катаболизма сытной ткани. Потому что там может быть несколько факторов. Там может быть как нарушение синтеза коллагена, так и повышенный его распад, так и склонность к обронованию фиброзных изменений. И всё это может провоцироваться как раз снижением половых гормонов, снижением уровня эстрогенов, прогестерона. Абсолютно, абсолютно. И один из таких критериев, которые там были оценены, это действительно уровень прогестерона и формирование так называемого некачественного эстрогена, то есть нарушение и функции печени, и метаболизма эстрогенов, и желудочно-кишечного тракта. То есть как бы да, мы на эту пациентку смотрим не только с точки зрения внешности, но и с точки зрения всей системы карты здоровья такой женщины. Ну и как всего этого следует, соответственно, высокий риск развития остепороза у таких пациенток именно в постменопаузе. Конечно. Из хороших новостей, это тоже была целая сеть исследований, и точное наблюдение, в два раза реже страдают диспластики и онкологическими заболеваниями. Ну вот, видите, тоже плюс определенный. Поэтому хорошие новости заканчиваются, и на самом деле остается вся ассоциированная патология, связанная с саитной тканью. Еще Илья Ильич Мечников писал в начале века, что человек стареет с саитной тканью. Мы знаем, что это очень большая по весу, больше 50% занимает в структуре организма, масса абсолютно человека. И если есть диатогенетический дефект, то мы имеем проявление со стороны такой полисиндромальной патологии. И вот сейчас как раз речь идет о том, учитывать это или нет. Насколько вы сталкиваетесь по эстетической гинекологии? Сейчас это стало очень востребовано для улучшения качества жизни пациентов. Да, конечно. Молодые женщины со слабостью саитной ткани, безусловно, сексуальная жизнь женщины играет огромную значимую роль в самоощущении, в сохранности семьи, брака, профилактическая медицина. Как там обстоит дело, вот как раз при патологии саитной ткани? Безусловно, с развитием эстетической гинекологии судьба таких женщин, скажем так, она благосклонно сыграла роль в их судьбе, поскольку действительно можно без каких-то радикальных оперативных вмешательств, без кардинальных хирургических решений можно амбулаторно с помощью филлеров гиалуроновой кислоты решить данный вопрос. Но надо уточнить, что это только временное решение, поскольку все-таки все филлеры всасываются, и этот эффект носит временный характер, как правило, от 6 до 12 месяцев. Куда вводится, расскажите, каким образом, какие возможности сейчас представляет гинекология на современном этапе, лазерная терапия, то есть вот какие возможности имеются? Есть и лазерные процедуры, и специальный лазерный аппарат, и специальная насадка, которая называется Monolisa Touch. Но в России их недостаточно много, на самом деле не во всех центрах, но тем не менее прогрессирует развитие, и лазерная эстетическая гинекология довольно успешно развивается. Но параллельно, конечно, именно инъекционная эстетическая гинекология, к ней прибегают молодые дамы и после родов, сразу после родов, которые отмечают слабо соединительные ткани, и которым, конечно, хочется вернуть прежнее состояние промежности наружных половых органов, как было до родов, и опять же, как альтернатива хирургии, большой хирургии, можно, пока есть такая возможность, это только оценивает, конечно, врач-гинеколог при осмотре, если есть такая возможность, можно провести несколько курсов, дальше динамики наблюдать, либо лазерную процедуру, либо процедуру введением эстетической гинекологии, филлеров гиалуроновой кислоты. Мы вводим, как правило, это в область промежности, в область вульвы, в область больших половых губ, и еще мы, кстати, не затронули такую проблему, как недержание мочи. Да, это был следующий мой вопрос, с которым мы, конечно же, обязательно поговорим. Да, и если недержание мочи раньше затрагивало в основном женщин в постменопаузе, то есть возрастных, сейчас, к сожалению, этот возраст уже молодеет, и даже молодые женщины, особенно после родов, у кого есть такие проблемы, слабость в недельной ткани, они сталкиваются с этой проблемой, и обращаются именно за помощью к эстетической гинекологии для решения таких проблем, недержания мочи. И для лечения, для проведения таких процедур мы вводим филлеры в уретру, непосредственно в уретру, в уретру, и достаточно хороший терапевтический эффект. Но, опять же, это временно, это временно, но, во всяком случае, это гораздо лучше, чем операция, чем большая хирургическая операция. С точки зрения эндокринологии, эндокринопатии, если мы понимаем, что у этой женщины есть пролапс, стрессовое недержание мочи, можем ли мы посмотреть гормональный фон такой пациентки и ожидать там какие-то изменения, которые, опять, косно нам скажут, что здесь есть проблема с сеттенной тканью, нарушение трофики, например, со стороны почки, надпочеки, яичники, то есть выстраивание вот этой гормональной оси. Как нам ввести комплекс на этого пациента, не только с точки зрения внешнего улучшения? Разумеется, пациентку, да, мы должны комплексно обследовать, естественно, и оценивать уровень половых гормонов, оценивать уровень эстрадиола, прогестерона, ФСГ, ЛГ. И, как вы уже отметили, у таких пациенток, поскольку такой резкий переход происходит к менопаузе, постменопаузе, у них еще имеется некий такой риск преждевременной менопаузе, поэтому нужно еще оценивать уровень именно ФСГ, ЛГ, чтобы прогнозировать примерный период наступления менопаузы, пременопаузы, менопаузы. Можно ли как-то профилактировать? Например, мы видим клинические признаки, мы видим синдром гипермобильности суставов, у пациентки в анамнезе варикоз, у пациентки в анамнезе нарушение, например, осанки, изменение стороны сердечно-сосудистой системы, дополнительно хорда, нарушение, ВПВ-синдром какой-нибудь, малые аномалии сердца. И вот к вам приходит такая пациентка, ей 35 лет, у нее уже стрессовое недержание мочи, вы видите клинику пролапса, изменения внешние, например, половых органов, ей там 35-36 лет. Как мы должны вести такую пациентку, профилактируя преждевременное старение, понимая, что у нее уже не та клиническая картина, которая должна быть для 35-летней женщины, как мы должны ее вести? Гормональной как таковой профилактики и гормональной профилактики не существует. Мы знаем, что заместительной гормональной терапии мы можем назначить, если уже имеется преждевременная менопауза. А если пока этого нет, то есть мы можем предположить развитие, наступление преждевременной менопаузы, тем не менее профилактировать мы не можем. Заместительная гормональная терапия у молодых назначается уже при наступлении преждевременной менопаузы. А уже если менопауза наступает, нормальный период возрастной, это 48-52 года, уже менопаузальная гормональная терапия назначается тоже при наличии симптомов. Мы знаем, что сейчас так называемая, знаете, профилактика молодости, да, то есть применение гормональных препаратов для сохранения молодости по всем международным рекомендациям, в том числе по российским клиническим рекомендациям, такие гормональные препараты не назначаются. Даже в период нормальной менопаузы эти препараты назначаются только при наличии симптомов, то есть при симптомной менопаузе. Таким образом, даже у молодых гормональная профилактика на сегодняшний день не существует. Единственное, мы можем рекомендовать, конечно, модифицировать образ жизни, да, если имеется лишний вес, то нормализация веса, поддержка физической активности. Если у пациентки есть уже признаки слабости, мышц тазоводна, если мы видим пролапс, молодая женщина для улучшения качества жизни. Смотря какой степени это выраженности, есть упражнения специально для мышц тазоводна. Но мы все знаем, что существуют даже так называемые тренажеры, вагинальные тренажеры, на самом деле они не доказали. Это тоже очень популярно. Они очень популярны, модны. На всех конгрессах. Да, они модны, но тем не менее, они свою эффективность не доказали, как хотелось бы на самом деле. И по идее можно тренировать мышцы тазоводна без каких-либо тренажеров, зная правильную технику самостоятельно, без ничего. В принципе, можно их тренировать. Это тоже, конечно, один из методов достаточно эффективной профилактики. Еще один спорный вопрос, который мы нескрою обсуждали за кадром, до того, как начался наш круглый стол, это вопрос, конечно же, с венозной системой. Мы понимаем, что яичники парные органы, правый и левый, и кровоснабжаются они в разных условиях, что я имею в виду. Но мы понимаем, что один близко к аорте, второй к нижней полу и вене. И многие научные статьи, которые касаются темы дисплазии, выделяют так называемые полнокровие вен тазоводна. Вы мне даже, давайте откроем секрет, сказали, что вообще не спрашивайте меня об этом, потому что наука это не разделяет. Но так или иначе, есть такие статьи, поэтому давайте тоже об этом поговорим. Левая почная вена у нас в 85% случаев проходит под аорты, на доорты, прошу прощения, в 15% случаев под аорты. И проходя, получается, на доорты, получается такой пинцет между верхней брюшечной и, соответственно, и артерией. Такое разветвление. Разветвление. И было доказано, что если этот угол отхождения, эта брюшечная артерия, меньше 65 градусов, получается ущемление, и возникает вот это полнокровие с регургитацией, ну и таким образом возникает выраженный варикоз. Статьи ваших коллег показывают о том, что диспластики очень к этому склонны. И когда проводится ультразвуковое исследование органов малого таза, мы видим, соответственно, клинические признаки. На самом деле, да. При проведении УЗИ мы можем видеть, что есть варикоз органов малого таза. Это видно. Но дело в том, что вне беременности это клинически незначимо. То есть, как таковой такой диагноз... Нужно ли это лечить или профилактировать? Нет, нет. Вне беременности это не... Во-первых, диагноз мы не выставляем, и мы не лечим. Вне беременности, как правило, варикоз органа малого таза никак не лечится. И уже во время беременности мы оцениваем уже кровоток. То есть, если действительно имеется варикоз органа малого таза, мы это состояние уже детально оцениваем. Оцениваем кровоток полости матки, кровоток матки самой И если есть нарушение, тогда уже проводим коррекцию необходимую Во время беременности, вне беременности кровоток не оценивается То есть это не имеет клинического значения Может ли быть вот эти изменения, вот эта регургитация И то, что иностранные коллеги называют тазовая гиперволемия Причины хронической тазовой боли, нарушения устроенного цикла И, возможно, даже бесплодие Играет ли это какую-то, на ваш взгляд, клиническую роль? Вы знаете, тут нужно очень детально все исследовать И, как правило, у таких пациенток, если есть хронические тазовые боли Какие-то хронические воспалительные процессы Как правило, у них еще диагностируется параллельно эндометриоз Который чаще всего именно проявляется такими симптомами Какие-то хронические перенесенные воспалительные заболевания органов малого таза То есть имеется еще другая сопутствующая гинекологическая патология Не только нарушение кровотока, не только полнокровие Или варикоз органов малого таза Как правило, у них выявляется сопутствующая гинекологическая патология И чаще всего это эндометриоз Эндометриоз может быть и матки, эндометриоз яичников И эндометриоз брюшина, мы знаем, проявляется именно такими хроническими тазовыми болями Назначаете ли вы для таких пациентов с особенностями сытной ткани Какую-то дополнительную, сомплементарную терапию Препараты магния, коллаген, может быть, в качестве биодобавок Насколько это интегрировано в вашу продукцию? Эти вещества все-таки недоказанной эффективности Я, как правило, не назначаю Нет, они не входят все-таки в наши клинические рекомендации Они не входят в международные рекомендации официальные Поэтому я это не назначаю Давайте спросим, сейчас у нас есть такая возможность Наши коллеги смотрят Уважаемые коллеги, если вас не затруднит Напишите нам, пожалуйста, насколько часто вы используете дополнительную коррекцию для пациентов Если вы подразумеваете синдром недифференцированной дисплазии сытной ткани Потому что очень много есть работ по назначению препаратов магния Есть работы по применению Например, наши японские коллеги назначают коллаген Это сейчас очень модно Но сейчас модно и плазму Плазму Плазмотерапия Поэтому насколько это интегрировано в вашу Интересно, что нам ответят Интегрировано это в вашу практическую жизнь по работе с пациентами Таким образом, мы понимаем, что пациент с дисплазией Все-таки, доктор, это какой-то особый пациент Которому должен быть особый подход в гинекологии, в эндокринологии Или вот такими состояниями мы можем пренебречь И вести их как обычных пациентов Ни в коем случае пренебрегать не нужно Если мы таких пациентов выявляем еще в раннем репродуктивном периоде Таких пациенток рекомендуется, допустим, роды Только через помощь кесарево сечения Поскольку естественные роды, они только будут усугублять Это мощный провоцирующий фактор Как правило, там и пролапс образуется выраженный То есть мы таких пациенток, мы если выявляем Конечно, не нужно ни в коем случае пренебрегать Они у нас в отдельной группе Для них отдельный подход, отдельная тактика И, соответственно, при проявлении ярких клинических симптомов Уже отдельное лечение Также научные исследования, вот я готовилась и смотрела У нас по нашей специальности Показывают нам, что для таких пациентов Есть склонность к тромбоцитопатии И выраженные кровотечения, в том числе в родах Насколько был ли у вас опыт введения таких пациентов Скажем так, со слабостью и объем кровопотери Замечали ли такую клиническую корреляцию Вообще патология крови, нарушение системы гемостаза Для таких пациентов Вы знаете, честно говоря, нет, не замечала В родах, опять же, не было такой информации от коллег Или в анамнезе это не было никак отмечено И более того, уже непосредственно на процедурах гинекологических Которые у нас тоже сопряжены определенными кровонистыми выделениями У таких пациентов, честно говоря, не замечала Как-то особо выраженной кровопотери Нет А вот этот синдром варикоза Вы говорите о том, что это только во время беременности То есть вне беременности это клинически незначимо Мы можем по УЗИ только увидеть Но в ультразвуковом исследовании мы можем это зафиксировать Заключение это можем вынести Но опять же, как диагноз это не выводится И лечение не назначаем Лечение не назначаем Лечение не назначаем Сейчас посмотрим, есть ли у нас вопросы Чем протокол лечения стриотрофических рубцов Отличается у пациентов с синдромом дисплазии От пациентов этого синдрома Замечательно Сразу отвечая на этот вопрос Спасибо за вопрос Да, интересный вопрос Мы делаем пациентам генетическое тестирование Это, наверное, одно из таких последних достижений науки Чем мы сейчас стали активно заниматься в косметологии И там мы можем увидеть три варианта Собственно говоря, результата, которые мы можем получить Первый вариант, это может быть нарушение синтеза коллагена Потому что мы знаем, что у нас есть рыхловолоснистая соединительная ткань И плотноволокнистая соединительная ткань Оформенная и неоформенная И вот эта укладка коллагена Образование коллагена И мы помним, что соединительная ткань Чем она отличается? Мало клеточных элементов Много межуточного вещества Волокнистые структуры коллаген Эластин, безусловно И гликоза миногликаны И вот этот метаболизм лекарственных средств В гликоза миногликанах И синтез коллагена Он может быть изначально нарушен у диспластиков Это один из вариантов мутации Второй из вариантов Тогда получается формирование несостоятельной Скажем так, при хирургической операции раны Или синдром папиросной бумаги, так называемой Которую мы видим Вторая ситуация Это ситуация, которая будет связана с повышенным разрушением Коллагена Потому что формирование сытной ткани Это не только соотношение Это не только коллаген третьего и первого типа Но это его разрушение Когда идет нарушение и разрушение коллагена Мы видим гипертрофические рубцы Очень часто мы можем видеть это После шлифовок и работы С коллагеновыми препаратами, шлифовками Когда пациент уходит в гипертрофический рубец И диспластики также склонны к образованию килоидов Это особо Когда женщина после кесарево-сечения Такими рубцами приходит Абсолютно точно И потом они доходят до нас И говорят, у нас было кесарево Да И у нас очень неэстетичный вид передней брюшной стенки Да, фартук нависает Сделать что-то с рубцом И третья ситуация Это связано с мутацией Так называемой матричной металлопротеназы третьего типа Которая дает нам формирование Патологической иссоединенной ткани сразу же То есть когда у нас пациент проваливается в фиброз И после любой стимуляционной процедуры Без подготовки Без включения регуляторов Нормализации клеточного микрокружения Мы проваливаемся в формировании фиброзных структур А фиброз лечить очень тяжело Поэтому отвечая на вопрос Да, безусловно Отличается протокол Основывается он на генетическом тестировании Прежде всего То есть надо понять Что там у пациента Какой тип мутации есть Исходя уже из этого Мы понимаем, как вести этого пациента В комплексной терапии Доктор, тогда спрошу еще вас Делаете ли вы лабораторный скрининг С подозрением на дисплазию Сытной ткани Нет, скрининг не делаем Не делаете? Делаем обследование Уже, как вы сказали При подозрении Уже мы назначаем отдельное обследование А как такового скрининга нет Тогда просто поделюсь собственным опытом Потому что много очень ведем этих пациентов Чего мы делаем? Первое, мы смотрим Критерии катаболизма сытной ткани Есть такой тест на аминокислоты в моче Он делается после 12-часового голодания Ты можешь посмотреть в моче суточной Аминокислоты Кстати, в инвитро тоже делают этот тест Управляем пациентов И мы прям видим признаки катаболизма сытной ткани По самому простому тестированию Это первое Есть специализированные тесты Можно посмотреть КФК То есть разрешение жирмичных волокон Суцинадогидрогеназу Активность лимфоциты в периферической крови Но это больше для Уже не для лабораторий А вот что касается Такого вот прикладного Для пациента Это первое Второе, что мы смотрим Все научные работы И диссертационные работы Показывают, что этих пациентов Есть метахондриальные дисфункции То есть у них есть изначально Патология функции метахондрий И у этих пациентов Есть дефцитарность Прямо доказанное исследование По усвоению магния и меди Поэтому для этих пациентов Смотрим тоже биохимию по микроэлементам Есть там клинические значимые изменения Соответственно, причем назначаем препараты Плюс почти у всех У них есть ассоциированная патология С железодефицитной Б12-дефицитной анемии Из-за нарушения всасывания Прежде всего Почти у всех есть гастрит Гастроэнтестинальные синдромы И так далее Патологии тонкого кишечника Поэтому синдром раздраженной кишки Собственно говоря С гастроэнтерологами Тоже мы работаем в очень тесной связке И поэтому за счет нарушения усвоения Кофакторов Скажем так Синтеза коллагена Мы все помним цингу Когда при дефиците витамина С Кровоточили десна Выпадали зубы Дефицит синтеза коллагена Мы все помним другие состояния Поэтому часто у этих пациентов Есть ассоциированная ЖДА Железодефицитная анемия Или скрытая Железодефицитная анемия Плюс Б12 Дефицитная анемия Поэтому подключаем коллекторопевтов Гастроэнтерологов Регулируем синдром Раздраженной кишки И назначаем терапию Если есть какая-то патология Чаще ли у пациентов С дифференцированной дисплазией Встречаются осложнения При введении филеров На основе гиалуроновой кислоты Какие? По эстетической гинекологии С чем-то сталкивались? Вы знаете На самом деле нет Нечастое осложнение Как правило Если конечно все ввести дозированно И дозу не перебарщивать То как правило Осложнения не возникают Тем более Когда мы пациентку видим Что у пациентки Есть такая проблема И понимая Что более высокие риски Развития осложнений Конечно мы дозу учитываем И в таком случае Осложнения не возникают Мы говорим о переносимости Но вот все что касается лица К чему мы пришли Почему вообще стали поднимать эту проблему Потому что мы получили Так называемый синдром Перенаполненных лиц И стали смотреть И эти пациенты В последующем стали давать Хронические лимфостазы Рецидивирующие Которые затем переходили Фиброзные изменения тканей Вы имеете в виду После введения уже После введения гиалуроновой кислоты Особенно больших объемов Когда была нарушена Во-первых Биологическая емкость Просто того жирового пакета Поэтому здесь нужно дозировать Конечно И возникали синдромы лимфостаза Потому что и так Вены на лице Практически невыражены Клапаны Слабые стенки Конечно Дополнительная нагрузка Поэтому для таких пациентов Стали больше использовать Аппаратные методики Инъекции коллагена Стимулирующих препаратов Которые способствуют Не отеку тканей А которые способствуют Неокллагеногенезу И компактизация лица А не формирование Более локального Перенаполненного лица Показания к кестреосечению У пациентов с дисплазией Каковы? Во-первых Само наличие Само наличие дисплазии Опять же Если это было диагностировано Еще до посещения гинеколога Если же это не было диагностировано То тогда уже При гинекологическом осмотре Если врач-гинеколог Это выявляет Это в принципе Уже является показанием Для кестреосечения Но опять же Окончательное решение Для оперативного рода Разрешения Принимается уже В родильном доме Непосредственно Врачами-акушерами Будет Если есть такой диагноз То в любом случае Необходимо уже Заключение От узкого специалиста Дерматолога В частности И на основании Этого заключения Уже врачи-акушеры Хирурги в родильном доме Принимают решение Об оперативном роде Разрешении Соответственно Если есть показания По сути Экстрагенитальные показания То как правило Акушеры Хирурги-акушеры Здесь уже не спорят Они проводят операцию Уже по определенным показаниям Как мы можем заподозрить У пациентки Дефицит прогестерона Как она будет клинически Выглядеть На что образование Клинически никак Это никак клинически Не проявляется Отеки Нет Прогестерон Во-первых Во время приема Гормональных препаратов Анализы на гормоны Не информативно сдавать Это просто Не показательно Во время беременности Мы тоже анализы на гормоны Не сдаем Это тоже нецелесообразно Конечно Соответственно Прогестерон Мы определяем Только для оценки Случившейся обуляции То есть во второй фазе Мистурального цикла Предположительно За две недели до менструации Чтобы оценить Была обуляция или нет Мы только в этом случае Определяем прогестерон Только в этом случае Ну речь не идет Конечно Если пациентка Протоколе ЭКО Если она уже Протоколе стимуляции Это другое дело Это другое дело На самом деле А клинически Но это никак не проявляется При избытке прогестерона При гиперпрогестерон Имеется Скажем так Да Это проявляется отеками Это проявляют У нас отеки Нагрубание молочных желез Да Это и перифические отеки Ну и в целом Главные боли Такое плохое самочувствие Небольшая даже тошнота Подташню Вот это может быть Да Ну то есть Это такие признаки Первого триместра беременности А дефицит прогестерона Дефицит никак 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 не проявляется Дефицит никак Дефицит никак Еще у нас один вопрос Давайте посмотрим В каких случаях Можно вести Консервативно пациентов С опущением органов Малого таза И какие тренды сейчас Какие тенденции Какие тренды Вообще давайте поговорим Тогда про Пролапсы Степени И какие методы Современные подходы В настоящий момент У нас существуют Все зависит от того Консервативное лечение Или хирургическое лечение Зависит от того Какой степени Пролапс Да Если это Пролапс Первой степени То есть совсем Такой не выраженной Опять же Это оценивает уже Врач-гинеколог Непосредственно На осмотре Без осмотра Это нельзя Никак оценивать И если Пролапс Первой степени То можно Вести Консервативно Что включает В себя Консервативная терапия Лекарств Как таковых Таблетированных Любых Таблеток Скажем так Медикаментозно Это никак Не лечится Консервативно Это имеется ввиду Как раз Введение О чем мы сегодня Говорили Филеров Гиалуроновой кислоты Которые оказывают У нас как раз Вопрос Еще по поводу Применения Филеров Вот как раз Современная тенденция Куда нас смотрят Может быть Тоже и доктора Куда прям Вводится препарат Какие характеристики Он должен Соответствовать Как выбрать Этот препарат Знаете На самом деле Есть Несколько Скажем так В разновидности Препаратов Да И Если Этим вопросом Интересуются гинекологи Как правило Они прошли определенные курсы обучения Где Вот эти все детали Все нюансы Обсуждаются При введении Нужно учитывать Опять же Какая Смотря проблема Если Проблема Недержания мочи То мы акцент делаем На уретру Да И это все водится Вокруг уретры Если проблема Опущения стенок Влагалища То это мы делаем Вокруг Вульвы Да То есть Если имеется Зияни половой щели Если здесь проблема Промежности То конечно Уже в область промежности То есть В зависимости Именно какая Локализация проблемы В этой области Проводится инъекция Таким образом Из последних Трендов Консервативного Лечения Это именно Филеры Гиалуроновой Кислоты Касательно Консервативной Терапии Если же Конечно Пролапс уже Выраженный Второй и третьей Степени И есть показания Для операции Это решается Только с лечащим Врачом Здесь уже обсуждается Вопрос Хирургического Лечения В хирургическом Лечении Какие-то сейчас Инновации Существуют Для лечения Пролапса Есть инновации Конечно Но опять же К сожалению Это тоже Все временно Но в отличие От филеров Гиалуроновой Кислоты Хирургическое Временное Лечение Это 10-15 лет 10-15 лет Мы знаем Все сетки Которые водятся Но в любом случае Это Операция Это неинвазивная Это немалоинвазивная операция Наркоз Достаточно длинный И реабилитация Здесь еще Послеоперационный Реабилитационный период Достаточно долгий Можно ли профилактировать Вот как раз Вопрос От Ирины По поводу МСЛ Насколько вы знакомы С этим креслом От компании BTL Это как Активная Меостимуляция И Я тогда Обобщу Вообще Меостимуляция Тренажеры Мы уже Немножко Коснулись Этой темы Насколько Это помогает Упражнения Насколько Сейчас очень много Знаете В инстаграме Различных Коучингов Вот именно Что очень много Люди много Это делают Ты открываешь Инстаграм Там каждая Вторая Девушка Инстаграмная Учит Упражнения Вот о чем и речь Говорит о профилактике Рекламирует тренажеры Вагинальные Рекламирует Вагинальные тренажеры И собственно говоря Попадает в боль Пациентов Диспластика Которую мы выявили Уже 35% По статистике И вот эта девушка Сидит смотрит И думает Да конечно Не хочу оперативного лечения Я куплю Тренажер Либо буду ходить на кресло И это решит Мою проблему Насколько это так? Ну опять же Большому к сожалению Большинство вот этих всех Инстаграмных Рекламных Постов И так далее И что самое Удивительно Что на самом деле Такие посты Такие информации Публикации Дают даже не врачи Не врачи А какие-то Коучи Которые прошли Короткие курсы Обучения И считают себя Большими специалистами В этой области Что касается Эмсела Это конечно Неэффективно Нет Не тратьте на это денег Это абсолютно Неэффективно При недержании Мочи И вообще При пролапсе Единственное Если есть пролапс Опять же Если это Легкая степень Опущения Мышц таза в дна Слабости Мышц таза в дна Это только Упражнения Упражнения Самостоятельно Без каких-либо Тренажеров Крайне редко Когда есть Специальные Инструменты Это тоже По рекомендации Тоже врача Гинеколога То есть все подряд Такие вагинальные Грубо говоря Шарики Они не Применяются Их не нужно Просто применять Более эффективно Когда проводится Самостоятельная Тренировка Правильных Мышц таза в дна Поэтому это Проводится Только После консультации Врача-гинеколога Иногда просто Кто это должен делать Кто должен учить Эту женщину Вы знаете Либо гинеколог Либо если действительно Опытный сексолог Опытный сексолог Ну опять же Не просто Блогер-сексолог А который знает И анатомию Который знает И физиологию И сексопатологи В принципе А сексопатологи Это по сути Гинекологи Их первая Первичная специальность Это специализация Это гинекология Одним словом Надо знать Какие мышцы Правильно тренировать Тренировать Вот эти правильные мышцы Можно без каких-то Тренажеров Без каких-то Вагинальных шариков Что касается Кресла Это конечно Неэффективно Особенно при Недержании мочи Не теряйте время А если Недержание Главное Чтобы не было Время упущено Вот о чем и речь О чем и речь Дисплазию Научные данные Научные По последним данным По вашим Оценкам Спасибо большое Спасибо Что были с нами Наше время Закончилось Пролетело Незаметно Интересно Надеюсь Полезно Для вас И мы Дальше Будем встречаться Обсуждать Кто же Такие пациенты С недифференцированной Дисплазией И как нам Помочь С точки зрения Прежде всего Доказательной Медицины Оставайтесь С нами